Я вам обещал несколько рассказать сюжетов именно о целительстве. Почему я называю целительством? Потому что тут приходилось действовать как сам себе режиссер. Само себя лечить, так как толку консервативной медицины не было. Я вам уже рассказал, как я лечил шпору, секрет двух тазиков. Как я спасал себя от инсульта с дикими головными болями. Погружаю голову в кипятке, потом в ледяной воде. Тренируя кровенососуды. В результате оказалось, что в последние годы, вместо того, чтобы усиливаться и отвезти меня в могилу, как с водилом более молодых моих друзей, более молодых, подчеркиваю, мне наоборот головные боли отступили, похоже, навсегда. Это когда по молодости я страдал длительнейшими болями. Представляете, что таких миллионы, а такой простой способ никому в голову не приходит. Свара воду под горячую воду, пуси кипяток, струю, а потом под ледяную. Вот и все. И стоит эту процедуру сделать ежеутренне. Через несколько лет окажется, что головной боли нет и уже никогда, надеюсь, не будет. А эти сводят в могилу людей, которые об этом не догадываются. Что кровеносым сосудам головы нужны постоянные тренировки. Сузились, расширились. Теперь, значит, следующий момент. Я уже тоже должен был, наверное, быть в могиле по следующей причине. Я наречанин. Я работал на очень опасном производстве. Гидрометаллогическое отделение, цех электролиза никеля, никелевого завода. Значит, я отвечал за подачу, за использование, в общем, за всю эту химию. Огромное количество хлора. Газообразного хлора. Того самого хлора, которым травили Первую мировую солдат. Их, по-моему, 20 тысяч отравили за разом. Есть такая цифра официальная. Первая мировая. Наших солдат немцы травили. Так вот, опасность была огромная. Что этот прорыв трубы и это самое... Очень легко отравиться на смерть. И вот, значит, это привело к тому, я, может быть, когда-нибудь расскажу о славном прошлом. О своем, в том числе о работе командира добровольно-госпасательной дружины. Вот, как я спасал людей. Причем, именно спасал. Не образно, а по-настоящему спасал. И я сжег бронхи хлором. Вот. И сюда уже... А там это не сильно ощущалось. А когда я сюда приехал, климат другой. Здесь оказалось влажнее, чем в Норильске. Там я даже не в Саргарасе мороза, сухой воздух. А здесь 300 градусов я уже замерзал. Поначалу. Пока привыкал. Вот. И одним из последствий моей деятельности на заводе, вот, было... Кстати, я не болту, но орден простому мастеру давали мне за красивые глаза. Так вот, значит, здесь это сказалось. И так началось бронхит, бронхит, бронхит. Больничные, больничные. Стал вопрос о том, что могу ли вообще работать на это самое вредное производство. Потому что я пять человек, цех электролиза хотят мне поставить уже... То есть уже поставили на учет, а я порчу статистику врачам. И мне уже сказали, давайте работу другую. Я перехожу на газочистку, там почище действительно. Вот. И... Бронхит не отступает. Потом еще страшнее случилось то, что со многими. Знаете, что такое бронхит? Постоянный бронхит. Внутри, там в легких бронхах сидит инфекция. И она уже оттуда никогда не... Невозможно ее ничем извлечь. К антибиотикам она привыкла. Еще и радуется, наверное, когда таблетками или уколами ее пытаются это накормить. Вот. Может для нее это наркотик. Для этой инфекции. Для той самых... Этих самых... Вредоносных бактерий. Вот. Которые не дают жить спокойно. И у меня это постепенно перешло... Самое страшное, что можно представить себе. Оно перешло в астму. Вот так вот. Астма... Уже когда я... Это страшная вещь. Я издаля начал. Потому что у нас астматика, если не миллион, это сотни тысяч точно. А знаете, что такое астматика? Это человек, который часто умирает. Человек, который боится смерти. Нормальный человек, да? Ему ее предстоит пережить один раз. Ну, редко, когда два или три, там, реанимация. Вот. Астматики ее переносят некоторые каждую ночь. Это страшно. Вот. Он практически умирает. Удушья достигает такой степени, что полностью парализует дыхание, от кашля, например. И уже на грани жизни и смерти только с трудом возвращается дыхание. И вы знаете, как это страшно. Постоянно жить. Я знал одну женщину, она мне рассказывала. Вот. Во что превратилась ее жизнь. Как ее каждую ночь спасают ее родственники, просыпаясь, когда она начинает умирать. И вот, наконец, я уже читаю в одной статье о том, что астма стала смертельной. А там было написано, что если астма, люди все-таки жили с ней, лекарства какие-то облегчают, когда меньше кашлят, может быть, не доходит до удушья. Какие-то... Спасать не спасают от этого. То есть это фактически неизлечимая болезнь. Но все-таки она может в разной степени тяжести проходить. Вот. И все-таки она стала кошмаром, если для миллионов, я не знаю статистику, то для сотен тысяч точно. И стал бы я сейчас рассказывать это ваше мнение. Я специально не сгущаю краски. Я рассказываю, какие, для того, чтобы вы проникли сознанием, что я сделал. Вот. И привез я бронхит, который перешел в Астму из Норильска. А жить-то надо. А тот орден трудовой славы, который мне вручили, потом в годы перестройки на Москве, на рынке, на Арбате, оказывается, стоил 20 долларов. Представляете? 20 долларов. Вот еще, что я, оказывается, заработал. И вот надо было сделаться здоровым, иначе инвалидность или вообще короткая жизнь. И вот в статье утверждалось, что астма настолько стала опасной в последние годы, что люди наконец-то начали от нее умирать. Хотя раньше она мучились, но жили. Именно умирать. То есть, можете писать, что человеку парализовало дыхание так, что больше он уже никогда воздуха не вдохнул и отправился на тот свет. Да еще с таким мучением. Вот. Что меня ждало? Мне было все хуже и хуже. Ночи превратились в кошмар. Каждую ночь просыпаться от удушья, кашлять, выдыхает воздух. Потом на грани жизни и смерти. А-а-а-а-а! Маленькими дозами кислорода, такими малюхонькими, вот. И кажется, уже все. И тогда я решил ее, я ее вылечил. Вылечил ее быстро, недели за две. Заодно и хронический бронхит. То есть, у меня седобранхита на 20 лет вперед уже больше не было. Завтра я вам расскажу, как безопасно стать моржом. Или хотя бы просто подлечиться в единой воде. Что мне повезло? Мне повезло то, что Енисея не замерзает. Но вода ледяная. В середине зимы ровно ноль. Там льдинки плывут. Ну, вообще, как такового ледяного покрова нет. Вот, температура ноль. И мне нужны были экстремальные морозы. Как это выглядело? Значит, это было от отчаяния, естественно. Как правило, я был один. Но сердце не боялось этих перегрузок. По той причине, что оно у меня тогда было бычье еще. Я толстый, 100-килограммовый. При росте там 172 или 73. Я 100-килограммовый, с тяжелейшим рюкзаком. Не неделями, но днями ходил по горам. Удивляясь, как сердце мое выдерживает такие нагрузки. Двойные, учитывая вес. Вот, что мне бояться? Дождался 30 градусов морозов. 30, 32, 35. Вот. И полез в Венесе. Как это выглядело? Вот. Мне единственное, что я догадался, догадался сам. Но об этом технологии захода в воду... То есть, бухта-барахта, я вам не советую. Я вынужден подчеркнуть одну вещь, друзья мои. Если вы, допустим, кто-то из вас, вот, допустим, 100 человек. Как правило, ну, кто лезет самоспасаться? Кто полезет, так сказать, в экстремальную воду, там, да еще в мороз? Ну, кто? Ну, только тем, кого совсем хреново со здоровьем. А это значит, что человек 100 залезли, а вылезли 99, понимаете? Да, эти 99 почувствуют... Там простудиться невозможно, если нормально все подготовится, да? И психически подготовиться, и физически. Вот. Об этом я расскажу, может быть, завтра. А вот без подготовки лезть нельзя. Иначе 100 человек залезли, 99 вылезет. Это я так догадаюсь. Почему? В Крещенске мороза у нас женщина одна все-таки умерла после купания в Венесее. В Крещенске мороза. Хотя у нас сейчас купаются, это стало модой. Раньше мы купались, у нас было единицы на город, потом десятки, сейчас уже сотни. Это стало модой. Половина из них, конечно, поддатых, все-таки праздники, это тоже опасно. И вот, значит, я делал так. О подготовке в другой раз. А просто я улезал в воду, 25 мороза, 30, даже 35. Приходил я почему-то поздней ночью. Ну, не поздней, 10 в 11 вечера. Никого нет на берегу Несея. И вот знать, интересно знать, да, что в это время во всей Сибири и, наверное, в севере России, ты единственный, кто сейчас лезешь в воду. Потому что такое могло прийти в голову только Валерию Корсеновичу Железову. Мне много чего приходило в голову. Я на себя много чего испытал. Еще и голодание, еще много чего расскажу. Даже то, что принесет вам пользу. А пока я хочу сказать, что я отплывал от берега, течение меня сносило. Где-то сколько я находился в воде, полминуты, минуту. Потом я вылазил, растирался, очень долго путался в этих пуговицах. Это я потом догадался, что рубашку не надо. Сразу свитер на голое дело. Зато быстро снял, зато быстро одел. И это уже, опять же, детали. До следующего раза растирался, одевался. И дальше, как однажды я прочитал статью про моржевание. И дальше то, что действительно сбывалось. То есть, уже когда я иду домой, в этот же мороз, вдруг по организму, по моему несчастному, практически больному, сожженными легкими, прокатывалось. Волна тепла такая. Волна. Именно волна. Именно так, как я читал от какого-то опытного моржа, что эта награда за исцелительство в этом и заключается. Вот. Ну, я уже знаю теперь, что такое волна. Это наркотик, который организм сам впрыскивает. Это награда за стресс. Потому что, если вы думаете, что я спокойно залазил в воду, то я преодолевал дикий страх. Нет, страха не было. Я преодолевал, ну, как бы, психологический этот барьер. Потому что нормальный организм, он не сопоставим с водой. Это я создавал условия близкие, если не гибели, то на полпути гибели. И эти усилия были сравнимы с теми, что... То есть, эта опасность была опасность переохлаждения, остановки сердца. Просто сильнейшего переохлаждения. Еще раз говорю, на улице страшный мороз. Настолько опасность была, что эта опасность перевешивала опасность от удушья астмой. Поняли теперь? Короче говоря, не мороз выжиг эту инфекцию у меня из бронхов, из легких. Не мороз, подчеркиваю. Как я понимаю. А реакция организма, вот эта вот, подача внезапно, пусть с запозданием, да, с запозданием организм, так быстро не может собрать все силы. И резерв главного командования, где-то там находится, запас наркотиков природных, не этих, не алкоголь, заметьте. Вот. Впрыскивает в кровь, обжигает буквально изнутри. И вот это вот и есть уничтожение инфекции. И дальше уже, как говорится, очень хороший финал. Вот. Ну, замечательный финал. Фактически хэппи-энд. Я несколько раз так сходил. Обычно не каждый день. Каждый день слишком большая встряска, и сильно трудно морально настроиться. А, например, через день и где-то так, не чаще трех раз в неделю и не реже трех раз в неделю. Вот так вот я по ночам ходил, и я выжег свою астму. Прошли навсегда. Прошло с тех пор 20, примерно, 8 лет. Примерно 30. Вот так где-то. 28-30 лет прошло с тех пор. Вот. Астмы нет. Ничего нет. Хронический бронхит. И все знают, что такое хронический бронхит. Ну, ладно. Опускаю эту густую тему. Догадывайтесь. Уже то, что вечный кашель, это о чем-то говорит. Вот. И если я сейчас, только последние годы вернулся, бронхит, но уже не как хронический, а обострение. Ну, это уже как все. Вот почему ему не быть, когда у нас вот это нормальное тепло. У нас все дети сейчас кашляют. У нас буквально, вот детский сад, ну-ка, вожу, все кашляют, потому что тепло, потому что мороз, это благо. Поняли? Вот. И его нужно воспринимать, как борца с инфекциями. Мы выживаем, инфекция гибнет. Вот это вечный этот, вот этот барьер. Чуть мы расслабились, расслабились, инфекция нас побеждает. Вот. Рынин потом борется. Вот, за температуру поднимает. А в моем возрасте уже не поднимает. И кроме вот таких естественных вещей, у меня еще 65, а еще всего год назад я бросил моржевание. Вы догадались, что я стал моржом? А, вот именно. Потому что я решил, что пусть будет, теперь у меня здоровье всегда, его надо поддерживать. Я стал моржом, и только год назад я прекратил моржевание. Почему? Потому что я боюсь остановки сердца. Вот. Это тоже реальные вещи. А мне еще надо вам много-много рассказать.